Этот предмет, он не просто дизайнерская форма, его можно носить, он функциональный, да, он шуршит, да, вы будете получать вопросы на улице, что же вы на себе несёте, но вы должны гордо сказать, что вы несёте на себе переработанный пакет. Я в отходах. И они прекрасны, как и я. И вот, и тогда, конечно, восприятие людей меняется, отношение меняется, и уже не так, может быть, зазорно говорить, что это из отходов, и вообще применять это слово в быту. А вы сами что-нибудь носите из пластика? Конечно. У меня есть несколько сумок, и у меня есть дождевик, и, собственно, этот дождевик я никому не отдаю, потому что он мне как-то очень дорог. Вы бы могли мне принести пакет с пакетами, а там пакеты, и я бы из него собрала ваш дождевик с вашим. Цветом, вашим фасоном, и той самой формой, которая была бы вам как-то... И во сколько бы это мне обошлось бы? О, это надо обсуждать. Но, конечно, это вопрос фасона и деталей. Я могу договориться. Мы можем обсудить, да. Вы ближе сидите, да. Самое главное, что мы говорим о каком-то будущем, но которое реально происходит уже сейчас. Но сделан был шаг основной, конечно, несколько лет назад, и спасибо правительству Москвы за, собственно, условия, я, потому что говорить можно много о чем-то, но если не делать конкретных шагов, а конкретные шаги были сделаны, и у людей действительно есть возможность уже начать сортировать мусор по раздельным контейнерам. А вы бы при своем звездном статусе решились бы такую-то такую вещь? Я? Вы плохо меня знаете. Я могу все. Я не из тех, кто будет выискивать какую-то определенную детальку на какой-то из одежды, чтобы вот соответствовать там, я не знаю, чему-то. Мне абсолютно все равно. Я могу ходить с волосами, без волос, в шортах. Кстати, у меня из переработанного материала есть шорты, и сохранился тот костюм. Хочу видеть вас в этих шортах вообще. А у меня кроссовки есть. Вы сделайте свой выбор, пожалуйста, либо шорты, либо уже дождевик. Надо с чего-то начинать. Я сразу вспоминаю вот фразу знаменитую легендарного тренера Тарасовой. Леша может все. Леша может ремонстрировать. Давайте. Класс. О, как интересно. А такие сумочки классно во влажном климате. Вот когда люди отдыхают, и вот дорогие вещи кожаные портятся, все. А это взял, и она легкая, и она просто прекрасно где-нибудь в Сочи там. И по грибы. Ой, прикольно, а очень стильно, кстати. Так, Галь, я думаю, что надо и головной убор, по-моему, вот этот вот. Ну, прикольно выглядит. Я могу не испортить прическу. Он просто объемный. Не испортив прическу. А, классно. Ну, кстати, да, кепочка вам лучше. Слушайте, ну вот в чем проблема? Абсолютно ни в чем. Я не вижу никаких проблем помогать и природе дышать, и людям помочь своим же будущим поколениям. А потом расплавить можно и куда-то тоже пустить? Да, например, если мне все это надоест, я подумаю, как бешеный художник. А-а-а, сожгу все, я могу все это заплавить в маленький кубик или в какой-нибудь предмет, или в тумбочку, или в табуретку, и будет у меня другая форма. Это, представляете, карьера спортсмена-фигуриста или карьера актерская, она имеет определенные границы, она рано или поздно, ну, закончится. А пластик... Так, Галь, я думаю, что надо и головной убор, по-моему, вот этот вот, хорошо, подойдет. Разве сегодня подстригся, я могу не испортить прическу. Не испортить прическу. А классно. Слушайте, ну вот в чем проблема? Абсолютно ни в чем. Я не вижу никаких проблем помогать и природе дышать грудью на весь объем и людям помочь своим жителям.